Вообще-то в этой паре все было решено в Париже 4 октября, когда наши выиграли в сухую 3-0, при этом отдав соперникам лишь три сета. То есть сейчас факелу можно было добыть всего одну очко или в случае сухого домашнего поражения взять хотя бы четыре партии. Матч открывали лидеры Дмитрий Овчаров с Маркусом Фрейтешем. Дмитрий начал ошеломляюще 11-3, повторив этот же счет в третьем сете. Португальцу успех давался тяжелее 11-8 вторая партия и 11-9 четвертая. Но в пятой решающей наш гость был более мотивирован 11-8. Пантуаз повел 1-0. Соперник сегодня очень удачно сыграл и может был, можно сравнить этот матч как Бавария-Мюнхен с Менчеста-Сити сейчас сыграли. И тоже для Баварии они уже группу как бы выиграли не очень главный матч, а для Менчеста-Сити еще очень главный было. И они тоже проиграли. Может к нам так. Выйдя против Владимира Самсонова, швед Кристиан Карлсон был настроен предельно агрессивно и взял два первых сета 11-6 и 11-7. В ответ Самсонов собрался и сделал то, что от него требовалось. Выиграл две партии. 11-8 и 11-4. В пятом сете на больше-меньше повезло представителю французского клуба 12-10. Это был явно не наш день. Следом Алексей Смирнов уступил китайцу Вангу 1-3. Но за дело в первой встрече нашим хватило. Тогда выиграли плюс 6, сейчас проиграли минус 4. Плюс 2 в нашу пользу и при равном количестве очков по 9 факел в таблице выше французов на первой строчке. И при любом исходе шестого тура выходит в плей-офф. Мы предполагали, что выиграть сегодня этот матч будет очень сложно. Потому что наши игроки несколько находятся не в лучшей своей спортивной форме, начиная с Кубка мира. А и наши противники наоборот. Все абсолютно последние, все международные соревнования, они везде себя проявили. И мы ждали, что будет очень сложно победить их. Поэтому ничего страшного не произошло. В группе соперником остался последний шестой тур в эту пятницу. Фахел играет в Дании с безнадежным аутсайдером Роскильда. Победа с любым счетом оставит Оренбургский клуб на первом месте в таблице. Анатолий Юденич, Семен Воробьев. Новости дня.